МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Сегодня в выпуске. В Шахане остаток средств благотворительного фонда раздадут. Оставшиеся деньги отдадут пострадавшим от взрыва, который произошел 1 января текущего года. Дождевые облака бывают женского и мужского пола. Это явление доказал житель Балхаша, который за такое ноу-хау удостоен звания профессора в 26 лет. В спортивном комплексе Жастар прошел уникальный социальный проект принцесса Пин Понга. Приняли участие в турнире воспитанницы детских домов со всей области. В Шахане остаток средств благотворительного фонда отдадут пострадавшим. В фонде было собрано 203 млн 851 тыс. тенге. Это перечисление предприятий, организаций, пожертвований частных лиц. По состоянию на 18 июля израсходовано около 175 млн тенге. Остаток составляет около 30 трлн. В поселке Шахан Карагандинской области, где произошел взрыв отопительного котла, в подвале многоэтажного жилого дома продолжает действовать частный благотворительный фонд. Из его средств материальную помощь получили семьи погибших и пострадавшие. А также возмещались расходы по ликвидации последствий ЧАЭС, восстановлению разрушенного дома. Всего было собрано 203 млн 851 тыс. тенге. Родным погибших выплатили из фонда материальную помощь на общую сумму 9,7 млн тенге. Двое пострадавших, оказавшихся под руинами, подъезда получили по 1,5 млн тенге. Кроме того, на собранные деньги установили памятники всем погибшим и возместили расходы на проведение похорон и поминальных обедов. Помимо этого, возмещен ущерб пострадавшим за утраченное имущество. Приобретение квартир взамен утраченных обошлось 50 млн тенге. Возможно, на оставшиеся средства фонду еще предстоят расходы, связанные с домом номер 4. Ведь нужно еще наладить тепловые сети и нормализовать теплоснабжение, чтобы предстоящей зимой люди не мерзли. Пока сложно сказать, сколько средств еще понадобится выплатить и сколько в результате останется. Но оставшуюся после расходов сумму единогласно решено раздать пострадавшим. Напомним, трагедия произошла 1 января текущего года в поселке Шахан. Из-за взрыва отопительного котла, находившегося в подвале, обрушилась часть подъезда пятиэтажного дома. Под завалами погибли 9 человек, в том числе трое маленьких детей. Двое пострадавших оказались на больничной койке. Асель Сазамбаева, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Всем доводилось видеть облака. Они бывают большими и маленькими, почти прозрачными и совсем густыми. Но никто не мог даже подумать о том, что они бывают мужского и женского пола. Эту удивительную теорию происхождения дождей открыл уроженец Балхаша Азамат Байтасов. Он доказал, что облака бывают мужского и женского пола. От их союза рождаются осадки. Содействие в этом явлении оказывает ветер. Чем он сильнее, тем больше осадков. Дожди рождают в большей степени женское облако. Его самый малый вес – 500 килограммов. Осадковым из всех является кольчатое облако. Далее холодное, которое создает ливни. И другие – менее осадочные. На самом деле дожди льют не просто так. Бывают дожди атмосферные, также облачные. Они разные и появляются по-разному. Этому явлению и содействует пол облаков, что и доказал я в своей работе. Исследовать облака Азамат Байтасов начал пять лет назад. Идея возродилась после чтения Курана, на основе которого также появилась книга «География в священном Куране». За такое исследование Азамат Байтасов удостоен звания профессора в 26 лет. Балхашец после окончания Алматинского университета по специальности «География» получил степень магистра и приступил к исследованиям. Его теорию про разнополые облака признали западные ученые. А в Казахстане за него он получил звание профессора социальных наук. «С детства старался хорошо учиться и добиться успехов. Первое мое открытие по облакам было немного неожиданным. Так повелось, что большие открытия приходят в нашу страну с зарубежья. И чтобы в Казахстане приняли его, нужно время». Азамат Байтасов сейчас преподает в школе. Он также является автором трех учебников. Выпущены также три методических пособия по географии и еще две энциклопедии по естествознанию. На этом Балхашец останавливаться не собирается. В этом году он едет в Москву за ученой степенью PHD. Теперь курс на исследование экономики Казахстана. По возвращению Абитурен собирается предложить республике новые пути развития. Фариза Албаева, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торговая сеть «Скиф» в Караганде представляет суперакции с 17 по 30 июля. Газированные напитки в ассортименте 1,5 литра, 189 тенге. Средства для стекол «Клин» 500 мл, 399 тенге. Макароны «Борыс» 1 кг, 135 тенге. «Сервилат» 1 кг, 995 тенге. «Скиф» просто сравнит цены. Сегодня зачастую за сухими цифрами и фактами не видно судеб людей, внесших существенный вклад в развитие родного государства. И сейчас, благодаря проекту «100 новых лиц» мы узнаем новые имена. В проекте отражены реальные истории 100 человек из разных регионов, разных возрастов и национальности, которые добились успехов за годы независимости. Из нашей области в республиканский список попали 11 человек. Один из них – сержант Мусаин. Сержант Мусаин – ведущий солист Карагандинского концертового объединения имени Кали Байжанова. Он один из участников проекта «100 новых лиц Казахстана». В этот список вошли успешные и компетентные профессионалы своего дела, чем может похвастаться и наш сегодняшний герой. Природный талант пения начал проявляться у него уже в школьные годы. И окончив школу, в 1977 году сержант поступил в Государственную консерваторию имени Курмангазы по классу «Народное пение», после чего начал работать в ансамбле «Гульдер» города Алматы. Творческая деятельность в нашем регионе, в частности в концертном объединении Кали Байжанова, началась 15 лет назад. В 2002 году тогда он был призван в наш регион по приглашению руководства Управления культуры Карагандинской области. Талантливый, одаренный солист нашего региона сейчас гордо продолжает радовать местную и приезжую публику своим неповторимым тембором голоса. Начал трудовую деятельность я также в Алматы, в государственном ансамбле «Гульдер». В ансамбле песни «Пляски КМБРК» также был преподавателем в специализированной школе для одаренных детей Ахмеда Жубанова. В 2002 году по приглашению руководителя Карагандинской области переехал в Караганду и дальше продолжил свою трудовую деятельность в концертное объединение имени Халибажанова. Также преподаю в колледже искусств имени Татамбета и заведую отделением народного пения. В 2011 году начал преподавательскую деятельность в колледже искусств имени Татамбета на отделении пения с домброй. А в 2012 году человек с большим именем был назначен заведующим данного отделения. И сейчас он занимается воспитанием талантливых ребят с Араркинских степей. Он уже выпустил партию талантливых выпускников в колледже искусств. Среди них Султан Тлеубеков. После окончания Султан поступил в Казахстанскую национальную академию искусств. Как отмечает ученик, знания, полученные у своего наставника, помогают ему на сегодня. Первым, кто обучил меня зам народного пения и культуры, это Сержан Ага. За что я ему благодарен по сей день. У него я научился многому. Он лучший наставник и самый талантливый человек в моем представлении. У него шикарный тембр и очень высокие знания в сфере народного пения и их истории. За годы работы в Карагандинском концертном объединении Кали Байжанова и по приглашению других коллективов в составе делегации и гастролями он побывал в странах ближнего и дальнего зарубежья, таких как Украина, Беларусь, Россия, Турция, Израиль, Швеция, Франция и многие другие. Обладатель многих наград и достижений может похвастаться не только талантами в пении, но и актерскими способностями. Есть песни «Амре» в одноименном фильме, который снимают в Америке, в Голливуде. Аудиокастинг я прошел, то есть из многих певцов традиционного пения выбрали меня. Также в том году мы записали известные песни «Амре» Кашибаева, которые он исполнял в Париже и которые были у него записаны на грампластинке. Это песни «Бирпу Копену Ахашаяк», «Туда рай», народные песни «Бисхарагир», «Эшдос», «Биржана Сала», «Чалл Сарша». Около 8 песен мы записали, но надеемся, что в этой осенью уже этот фильм выйдет в эфир. В его манере исполнения можно услышать вдохновленное звучание. Это можно заметить по его наградам на республиканских и международных конкурсах. За большой вклад в развитие культуры области неоднократно награждался грамотами Министерства культуры Республики Казахстан. Стал лучшим исполнителем фестиваля «Дала-даусы». За большие достижения и высокие показатели в сфере культуры в этом году он стал лауреатом премии фонда первого президента. Вот такой он человек с большим именем и безграничным талантом. Сержант Мусаин, который теперь в числе тех самых ста человек, которые внесли существенный вклад в развитие государства. В Карагандинской области полицейского осудили за халатность, повлекшую гибель людей. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Во время весеннего половодия в селе Бесоба Каркаролинского района, несмотря на полученные указания, участковый Ерсен-Абеов позволил десяткам людей сесть в автомашину и попытался перевезти их в другой населенный пункт. На опасном участке дороги машина упала в воду, троих человек спасти не удалось. Подсудимый признал вину. Инцидент произошел весной 31 марта во время половодия в селе Бесоба Каркаролинского района. Аким Сила запретил полицейскому движение людей и автотранспорта в районе подтопления. Но, несмотря на запрет, он повез людей и не смог проехать опасный участок дороги. Участковый инспектор ОВД Ерсен-Абеов признан виновным в халатности, привлекшей гибель троих человек. И еще трое получили телесные повреждения. Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. Следует отметить, что приговор в законную силу еще не вступил. Приговором Каркаролинского районного суда Караганинской области Абеов призван виновным по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с применением статьи 63 данный срок считать условным. На территории Караганинской области с начала года произошло 17 случаев падения малолетних детей из окон. Буквально сегодня произошел еще один подобный инцидент. Мальчик 2003 года рождения по своей неосторожности выпал из окна заброшенного пятиэтажного дома. Сейчас он находится в больнице. Подобных случаев по области зарегистрировано 17. И вот буквально сегодня произошел еще один. 14-летний мальчик игрался в заброшенном доме и выпал из окна пятого этажа. Но, к счастью, все обошлось. Пострадавший сейчас в больнице. Состояние его стабильное. Хочу обратиться к родителям. Будьте бдительнее. Кроме того, настоятельно требуем не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Поскольку это может привести к трагическим последствиям. К другим новостям. Впервые в Караганде состоялся турнир по настольному теннису, который называется «Принцесса пинг-понга». Приняли в нем участие воспитанницы детских домов со всей области. Так как подобные соревнования проходят впервые, то и участниц было не так много. Всего было 10 спортсменок из пяти детских домов. Со всей области собрались воспитанницы детских домов. Всего приняли участие 10 спортсменок. Участницы делятся на возрастные категории. Победители в данном турнире смогут принять участие в республиканских соревнованиях. Главная цель турнира – это развитие таланта к данному виду спорта. Так как настольный теннис является одним из олимпийских видов спорта. Победители отборочного тура будут участвовать в республиканском турнире. Победители же республиканского турнира получат возможность поездки в Китай, в столицу Китая, в город Пекин. Посетят спортивную академию и получат мастер-класс от лучших тренеров этой академии. Среди участниц есть не только настоящие профессионалы, но и начинающие спортсменки. Назирая Белькасы начала заниматься теннисом с того момента, как попала в детский дом. Прошло уже пять лет, и за ее плечами не одна награда. Назира настроена только на победу, а своим соперницам желает только успехов. В теннис я играю недавно, всего пять лет, но уже многому научилась. Конечно же, хочу победить, но соперницы очень сильные. Тренируюсь я почти каждый день. В будущем хотелось бы получить звание мастера спорта по настольному теннису. Такие мероприятия прививают молодежь к здоровому образу жизни, поэтому их нужно проводить как можно чаще, считают организаторы. Асель Созамбаева, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Служебную форму на спортивную форму сменили работники областного департамента внутренних дел. Причиной стала традиционная спортивная спартакиада среди сотрудников полиции. На спортивном состязании приняли участие 10 команд из всех подразделений областного департамента. Такие мероприятия призывают стражи порядка, хорошей физической подготовки и здоровому образу жизни. Спортсмены состязались по шести видам спорта, таких как легкая атлетика, мини-футбол и перетягивание каната. Уже не первый год блюстители правопорядка, сменив полицейскую форму на спортивные костюмы, принимают участие в спортивных состязаниях спартакиады, где выявляются самые лучшие. С этим спортивным праздником участников поздравил заместитель начальника департамента в Дутуних дел Карагандинской области Ордак Интыхпаев, который пожелал всем удачи в соревнованиях. Успехом нашей нелегкой службы в службе деятельности во многом зависит от умения ориентироваться в экстремальных ситуациях, стойко переносить нагрузки, умело применять на практические полученные знания, то есть это владение оружием, рукопашным обоем и так далее. Поэтому физикультурой и спортом должен заниматься каждый сотрудник в городе, ежедневно оттачивая и повышая свои спортивные умения с навыки. В этом году казахстанская полиция отметила свой 25-летний юбилей. В этой связи по всему региону были организованы разные мероприятия. Празднования малого юбилея продолжаются и сейчас. И сегодняшняя спартакяда была приурочена к этой знаменательной дате. По итогам спартакяда в общекомандном зачете первое место заняла команда ОВД Шетского района. Вторыми стали сотрудники ОВД Каражала. Ну а замкнула тройку лучших полицейские Бухаржиравского отдела полиции. Все участники соревнований были награждены кубками, грамотами и ценными призами. Фариза Албава, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова